В Самаре проходит второй областной форум наставников профессионально про наставничество от теории к практике. Форум проводится в рамках года педагога и наставника. Участники обмениваются своими практиками поддержки молодых учителей, а также методами профессионального и личного развития. Изменилось расписание движения речных судов от Октябрьского спуска до Рождествена. Об этом сообщили на сайте Самарского речного пассажирского предприятия. С обновленным расписанием можно ознакомиться в телеграм-канале «Самара ГИС». Самарцы могут пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию не только в своей поликлинике, но и по месту работы. В этом году в рамках выездных акций «Свое здоровье» проверили более 100 тысяч жителей региона. Для работодателей возможны две формы взаимодействия – организация диспансеризации на площадке предприятия силами выездных медицинских бригад-поликлиник и организация диспансеризации в поликлиниках, расположенных рядом с предприятием. За прошедшую неделю в Самарской области зарегистрировали 14 852 случая ОРВИ, показатель выше эпидпорога на 23,8%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Специалисты также отмечают циркуляцию гонконгского гриппа, парагриппа аденовирусов, сезонных коронавирусов и COVID-19. Жителям региона советуют носить маски в общественных местах. В Борском районе Самарской области ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщили в ОФСБ России по региону. Задержаны двое граждан России. У них изъяли 117 килограммов наркотического средства. Следственным отделом ОФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Самарским районным судом подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября 2023 года. В четверг, 30 ноября, на Самарскую область обрушится пятибальная магнитная буря. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии. Кроме того, магнитная буря ожидается и в первый день зимы, 1 декабря. У метеозависимых людей возможны приступы головной боли, резкие скачки давления и апатия. 77% россиян планируют встречать Новый год дома. Работать будут 9% опрошенных. Причем мужчины, чаще женщин, отмечают наступление Нового года на рабочем посту. 15,3% соответственно. Встречать 2024 год в других городах России планируют 3% респондентов. В гостях 2%. Столько же поедут за город на дачу. Россия и Китай будут создавать Международную научную лунную станцию. Реализовать проект планируется в три этапа. На первом предполагается исследовать Луну. На втором – учреждение Центра управления лунной станцией. Доставка на спутник объемных грозов. Третий этап предусматривает освоение Луны.